Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новость «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Детская площадка готова. Грязь мы все выпьем сейчас. Новая зона притяжения в Субсехе. В субботу состоится долгожданное открытие сквера, посвященного 80-летию образования Краснодарского края. Узнать действительно историю флагов, узнать историю цветов этих флагов. Со времен Петра Великого до наших дней. Сегодня в День государственного флага в Анапском музее рассказали об истории российского триколора. Творчество юных объединяет народы. Международный фестиваль собрал в Анапе детей из России и Белоруссии. Свет, вода, газ, дороги. Вице-губернатор Анатолий Вороновский пообещал муниципалитету поддержку в решении ключевых вопросов, связанных с главными ресурсами. Во время совещания, которое прошло в нашем городе, эти направления обозначили глава курорта Юрий Поляков, а также представители муниципалитета. В Анапе расширят въезд в город, спроектируя дополнительный водовод, а газовики будут выделять мощности для подключения сельских населенных пунктов к голубому топливу. Прямой разговор с руководителями краевого уровня в присутствии вице-губернатора Анатолия Вороновского, который курирует вопросы капитального строительства. Газовики говорят о дефиците голубого топлива, отказываются выдавать технические условия, а это означает в том числе задержку со строительством сетей низкого давления. Одна из таких проблемных точек – район села Джигинка. Газовики поясняют, дефицит по уже построенным объектам они сняли. Сейчас идет строительство мощной газораспределительной станции в Верхнем Джимите. Параллельно систему объединяют межпоселковыми магистралями, чтобы дефицит покрывался за счет избытков в других точках. Это вопрос эффективности. Вместе с тем и сегодня на Джигинской станции есть определенный запас мощности. Энергетики вкладывают в инфраструктуру внушительные суммы. Вместе с тем в муниципалитет поступает внушительный объем жалоб на качество электроснабжения. Без них не обходится ни один сельский сход. Мы понимаем, мы видим этот год, у нас аномальная температура, соответственно, пиковые нагрузки. Конечно же, техника не выдерживает такого решения. Поэтому всегда должен быть запас мощности, запас прочности, запас живучести. И вот здесь экономить нельзя. Надо повернуться к этой проблеме. Лицо докладывать инвесторам, докладывать руководителям, собственникам и заниматься очень серьезно. Если зашли на этот рынок, пожалуйста, вы представляете качественную услугу. Напряжения нет, свет отключается, все ломается, я все понимаю. Но у нас курорт, у нас люди. Давайте развиваться, давайте что-то делать, ну я не знаю, с запасом, без запасом. Ну это же бизнес, вы же там зарабатываете, а нормально. Сегодня инфраструктура не поспевает за бурным развитием муниципалитета. Вместе с тем, большая часть капитального строительства сегодня выполняется за счет государственных программ. Муниципальные власти рассчитывают на субсидии из краевого бюджета, чтобы наладить централизованное водоснабжение хуторов «Рассвет» и «Заря». Там сегодня пользуются скважинами. Анатолий Владимирович, мы просим оказать содействие по включению указанного объекта в программу, так как эти два хутора у нас совершенно не имеют центрального водоснабжения. Недавняя авария на магистральном водоводе показала, что необходим его дублер. Уже объявлен конкурс на проектирование. Со своей стороны водоканал ежегодно заменяет более 5% своих труб. То есть больше норматива, заложенного краем. Что отметил и Анатолий Вороновский. Он также поддержал инициативу главы курорта Юрия Полякова об организации кольцевого движения на трассе в районе санатория «Россиянка» и строительстве дополнительной полосы на выезде из города. Вице-губернатор поручил все озвученные вопросы взять под особый контроль. Александр Ребекко. Анапа. Регион. В Гастагаевской будет газифицировано еще несколько улиц. Накануне на личном приеме у главы региона Вениамина Кондратьева побывала жительница станицы. В Анапе на связи в режиме видеоконференции находились вице-губернатор Анатолий Вороновский и глава города-курорта Юрий Поляков. Вопрос, волнующий Светлану Николенко и других станичников, касался газификации улиц Комсомольской, Мира, Восточной и Советской. Здесь работы планируется завершить до конца текущего года. А вот газопроводы в эксплуатацию запланированы на первый квартал 2019-го. Губернатор также отметил важные условия – участие муниципалитета в программе «Устучивое развитие сельских территорий». В настоящее время муниципалитет сформировал пакет документов и подал заявки на газификацию улиц в станицах Анапской, Гостогаевской, а также в хуторе Чекон. Новый сквер в селе Супсех будет сдан к намеченному сроку. В этом главу города-курорта заверили строители. Сегодня Юрий Поляков осмотрел уже практически готовый объект. В настоящее время здесь идут косметические работы, которые можно считать подготовкой к открытию. Осталось уложить резиновое покрытие и установить детскую площадку. Уже сегодня в сквере прогуливаются жители села. По словам главы муниципалитета, здесь необходимо высадить деревья и кустарники. Но сделают это осенью в благоприятный для растений период. Юрий Поляков также поручил максимально обезопасить новую зону отдыха от вандалов. Я скажу, что полиция с периодичностью сюда заезжала. Разжгут резину, здесь приезжают на мотоцикла, чтобы с ними тут они решили, а вопрос не ходили, а по траве. Может надо таблички сделать по газонам, не ходить. Торжественное открытие сквера пройдет в эту субботу. В полдень здесь начнется праздник для взрослых и детей, на который приглашают жителей и гостей курорта. Сегодня вся страна отмечает День государственного флага Российской Федерации. Он был учрежден в 1994 году указом президента. Впервые похожий трехцветный стяг с нашивкой в виде двуглавого орла был поднят на русском военном корабле «Орел». Об истории праздника российского триколора, а также значении каждого из цветов, о напчении гостей курорта смогли узнать сегодня в Краеведческом музее. Белый, синий и красный. Каждый цвет российского триколора имеет свою трактовку и значение. Белый олицетворяет чистоту и мужество русского народа. Небесно-синий – отвагу, веру и покровительство Божьей Матери. Третий – красный цвет. Символизирует энергию, силу, героизм и кровь, пролитую в годы Великой Отечественной войны. Для каждого жителя страны государственный флаг имеет большую значимость. Гордость за боевые заслуги, гордость за возрождение России. Для меня очень было интересно узнать действительно историю флагов, узнать историю цветов этих флагов. Первый раз я увидела флаг Анапы. В музее представлены флаги и знамена периода Второй мировой и русско-турецких войн. Это гордость музея. Подлинный стяг – 318-й горно-стрелковой дивизии, освобождавший Кубань от немецко-фашистских захватчиков. Посетители также смогли узнать историю создания флагов Краснодарского края и Анапы. Здесь также представлен флаг города Анапы, который с 2005 года также утвержден президентом Российской Федерации. На синем поне, который символизировался, конечно, море, мы можем увидеть изображение крепостной стены, которое напоминает о большой истории города Анапы как курорта и как города-крепости. Здесь также мы видим символ солнца, на котором, если посчитать, 25 лучей, также символизирующих 25-летний, даже более, историю города-курорта Анапа. Такие мероприятия проводятся ежегодно и, по словам работников музея, неизменно пользуются популярностью у жителей и гостей нашего города. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. И в эти минуты на театральной площади идет большой праздничный концерт, посвященный Дню Российского Флага. Об этом мы расскажем завтра в нашем выпуске новостей. И к другим темам. Около 200 детей из России, Республики Беларусь, приехали в Анапу на фестиваль творчества юных. Они не только танцуют, поют, показывают цирковые номера, но и знакомятся, купаются в море. Все начинающие артисты – победители различных конкурсов. Однако, как поясняют организаторы, главная цель – не выявить лучших. Важно, чтобы в итоге победила дружба в прямом смысле этого слова. Коллектив «Купавочка» из города Кличев, Могилевской области, Республики Беларусь. В его составе те, у кого в России родственники, кто бывал в гостях и те, кто приехали впервые. Общее ощущение – дома всегда лучше, ну и здесь практически как никуда и не уезжал. Еще как в своей стране, так же это же самое. Когда прилетели, я чувствовала, что все равно в Беларуси. Да, как в своей родине у себя. Девушки приехали на фестиваль творчества юных. Уже в 13 раз его проводят при содействии Постоянного комитета союзного государства, а также Парламентского союза Беларуси и России. Анапа – постоянное место прописки. Очень благодарна Анапе, что она все-таки продолжает оставаться городом-курортом для детей и семей. Вот это вот отличительная черта вот этой территории. Мне кажется, они должны вместе с нами, с федералами, сделать все для того, чтобы сохранить этот город-курорт как территорию детства. Мы очень благодарны Анапе, что они откликаются на любую нашу просьбу. Вы не представляете, сколько мэрия делает хорошего для того, чтобы этот фестиваль оставался здесь, на этой территории. У входа участников и гостей встречало солнце. Про него немало детских песен сложено в культуре. Этот символ, безусловно, положительный и на курорте без него никак. Для муниципалитета фестиваль стал одним из знаковых проектов. У вас запланированы экскурсии, творческие встречи, многочисленные мастер-классы. И я надеюсь, что за всей этой творческой деятельностью вы обязательно найдете время, чтобы посетить море наше, обкупаться на нем, посетить наши самые замечательные пляжи. Ну и, как говорят в Белоруссии, сам вечно запрошен. В Анапу приехали около 200 начинающих артистов из России и Республики Беларусь. Все они победители различных конкурсов, лауреаты фестивалей. Они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. В программе мастер-классы, в том числе по созданию национальных костюмов, викторины. Но главное то, что они знакомятся, обмениваются опытом и расстаются друзьями. У каждого из этих детей есть брат, сестра, родители, бабушки, дедушки. Есть одноклассники, которые знают, что ребенок побывал на фестивале Союзного государства. А это значит, что о таком фестивале, о таком мероприятии узнает уже, по крайней мере, в 6, а то и в 10 раз большее количество людей. И это тоже наша цель – широко информировать граждан России и Беларуси о тех мероприятиях, которые проводятся. Малинка, Малинка моя, ты являешься, Малинка, Малинка моя. Чистая импровизация. Маша из Гомельской области. Баграт из Ростовской. Им по 9 лет. Для юного музыканта игра на балалайке в составе оркестра – просто веселое хобби. Маша настроена более серьезно. Баграт видел Республику Беларусь лишь однажды из окна автобуса. Мне больше всего запомнилось, как мы приезжали мимо леса. Мне очень лес понравился. Много ели. Очень красиво. Там грибы, там лес. Ну, там хорошо, там шишки, там все пахнет, вкусно пахнет. Ну, лесом пахнет. Куполинка, Куполинка, темная ночка, темная ночка, одежь твоя дочка. Фестивальная программа завершится уже на днях в Анапе. Его участники проведут еще 4 дня. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Запаслись впечатлениями надолго дети из социокультурного объединения «Открытые сердца». Они почувствовали себя настоящими аквалангистами. Дайвинг-центр «Акваглобус» уже 8 лет сотрудничает с фондом «Доступная среда». Программу по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья поддержал глава города Юрий Поляков. Теперь юные аквалангисты смогли увидеть подводный мир не только на картинке, но и вживую. Гидрокостюмы, кислородные баллоны, специальные маски. Все как у настоящих дайверов. Перед первым погружением в воду с детьми работают опытные инструкторы. Ребята на зубок выучили все правила поведения под водой, а также знают жестовые сигналы аквалангистов. Погружение вызывает у детей неподдельный восторг. Они совсем не боятся подводного пространства и с интересом изучают новый для них мир. Во-первых, это интересно. Во-вторых, я считаю, что это развитие ребенка в первую очередь. То есть и в плане мышечном, и эмоциональном, и психическом развитии. Потому что ребенок познает другой мир. Он как бы все равно, ну, наше общение это наше общение, а там все равно интересно. То есть он такого где еще увидит, как бы, как не в море. Расслабляются мышцы, то есть как бы тонус уходит мышечный, то есть двигательная активность все равно повышается. Как бы это очень хорошо, это, на мой взгляд, это очень позитивно и как бы сильно влияет на развитие. Программа «Открытые сердца» действует все лето, пока море остается теплым. Дайвинг-центр «Акваглобус» уже несколько лет помогает в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам инструкторов, их главная задача не столько научить детей всем хитростям профессии аквалангиста, сколько дать возможность попробовать нечто новое. Даже не в том дело, чтобы они научились, а скорее в том, чтобы они восприняли мир по-другому чуть-чуть. Все время с ними родители, они видят примерно одно и то же. Если у родителей хорошо со временем, они, конечно, развлекаются парки, аттракционы, вот. А это совершенно другое, то есть во всяком случае что-то новое. Даже для родителей это что-то новое. Не все же люди ныряют там с аквалангом. Юным дайверам подарили маски для сноркелинга, плавания под водой без акваланга. Сейчас в центре «Акваглобус» планируют открыть курс обучения для детей с ограниченными возможностями, чтобы они могли получать сертификацию дайверов-аквалангистов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Анапа.